Как вы доберетесь отсюда, сюда, а потом сюда? Это «Хабблкаст» – новость и изображение от космического телескопа «Хаббл» агентств НАСА ИСА. Венеция находится всего лишь в нескольких сантиметрах над уровнем моря, так далеко от космоса, насколько это возможно. Но в 1609 году Галилео Галилей поднял этот город немного ближе к звездам, устроив одну из первых демонстраций своего телескопа. Несколько месяцев спустя он открыл спутники Юпитера – Ио, Ганимед, Европу и Калиста. Четыре века спустя здесь делает историю другой телескоп. Здесь ученые собрались для обсуждения последних результатов «Хаббла». «Хаббл» запустили в 1990 году, и это был момент, когда началась его история научных открытий. Но история Хаббла – не только науки и технологии. Как и в случае с Галилеем, это были также политика, деньги и исключительно умные люди, делающие трудные вещи. Я стал первым ученым проекта обсерватории в 1972 году. И так я стал научным руководителем обсерватории во время ее разработки и большей части строительства. В эти ранние дни трудные решения были обычным делом, потому что часто нашу программу закрывали, а потом снова открывали. Возможно, самым трудным решением были упрощения, которые нам приходилось делать. К примеру, изначальный дизайн предусматривал главное зеркало диаметром в 3 метра. Но с целью экономии денег нам пришлось уменьшить его до 2,4 метра. Пока команда Хаббла была погружена в преодоление технических проблем и борьбу с бюджетом, в Вашингтоне разразилась политическая буря. Политики забили тревогу по поводу увеличивающихся расходов и приказали НАСА искать международного партнера. Поэтому даже на самой ранней стадии сотрудничество с Европой оказалось совершенно критично даже для простого начала проекта космического телескопа Хаббла. В Конгрессе США были очень большие споры о том, стоит ли вообще финансировать эту программу. Поддержка Конгресса увеличилась во много раз, когда речь пошла о международном сотрудничестве и помощи извне, из Европы. На другом уровне можно сказать, что мы спасли проект. Я говорю о том, что как партнер НАСА Европейское космическое агентство спасало проект несколько раз до запуска. И я думаю, что и после запуска тоже, особенно когда была обнаружена сферическая аберрация. Когда это стал международный проект, то политикам, которые хотели убить его в Штатах, стало сделать это гораздо труднее. Хаббл уцелел в политических битвах, чтобы потерпеть настоящее крушение с оптикой. Сферическая аберрация, дефект главного зеркала, означало, что телескоп не мог правильно сфокусироваться. Там, где изображения должны были быть резкими, астрономы сражались за то, чтобы получить хоть какие-то детали. Те дни, когда мы обнаружили сферическую аберрацию, были самыми волнительными и депрессивными днями моей научной карьеры. Большую часть двух недель мы никак не могли понять, почему телескоп не дает качества. И это стало научной проблемой, которую надо было решать ученым. Но большая ирония заключалась в том, что в процессе решения этой проблемы мы вдруг выкопали огромную монументальную катастрофу. Хотя никто не мог предвидеть проблему с зеркалом, Хаббл был все же разработан с учетом различных неожиданностей. Это был единственный космический телескоп, который можно было обслуживать в космосе. Это значит, что астронавты могли вернуться к Хабблу, чтобы исправить проблему. И они возвращались еще четыре раза, чтобы делать ремонт и модернизировать его. Как астронавт могу сказать, что миссии к космическому телескопу Хаббла были чем-то вроде Святого Грааля, когда надо было подняться и сделать что-то, что считалось исключительно важным. Когда мы посылали экипажи, и я поднимался к Хабблу с командами, которыми я руководил, у нас всегда было правило номер один – не сломать телескоп. Вы знаете, мы были в этих больших неуклюжих скафандрах, а это все-таки нежный научный инструмент. И когда наконец пошли первые снимки, вы знаете, это было прекрасно – увидеть звезду в процессе взрыва или красивую галактику, взаимодействующую с другой галактикой. Наука тоже очень глубока и значима, но для тех из нас, кто работал на телескопе, это значило, что мы не нарушили правило номер один, и телескоп действительно работает. И в этом есть огромное удовлетворение. Я думаю, что королевой достижения всех наших миссий была миссия в 2009 году, когда мы сделали трепанацию мозга, прибору СТИС и специальные камеры для наблюдений, выкрутив маленькие винтики и вытащив электронные схемы. Технически это было самое трудное, но, я думаю, и самое запоминающееся. Рискованные, трудные и волнующие эти миссии по ремонту Хаббла были также поводом грызть ногти и для команд на Земле. Это была нервотрепка, никогда ничего подобного не испытывала. Мы были здесь как команда в ожидании, пока Джон Грансфилд откроет камеру и отремонтирует. И все держалось только на результате ремонта. И было так чудесно, когда мы сделали первый тест и увидели, что ремонт был успешным. А затем, спустя несколько часов, мы сделали функциональный тест, когда получили первые данные и это выглядело, это было лучше, чем когда бы то ни было, вследствие обновления электроники. Так что это было исключительно волнующе и удачно. И поэтому от планирования к запуску, к ремонтам история Хаббла была качелями вверх-вниз. После последней миссии обслуживания у Хаббла есть еще много лет. А ученые уже готовятся к тому, что будет за ним. В истории с Хабблом мы получили несколько уроков. Один – то, что замечательное оборудование делает замечательное открытие. Цель телескопа Джеймса Уэбба – идти дальше, чем Хаббл. Смотря на объекты дальше, тусклее, краснее, чем может видеть Хаббл. Чтобы мы смогли продолжить свои движения к началу времен. Чтобы мы могли смотреть внутрь облаков пыли, где сейчас рождаются звезды. Чтобы мы могли изучать планетные системы, как они родились и как они меняются со временем. С научной точки зрения мы поняли, что Хаббл был замечательным, но не слишком. Прямо за границами чувствительности Хаббла находятся такие вещи, за которыми мы сейчас гоняемся. Это первые галактики, первые звезды, рождение звезд, эволюция планетных систем и охота за атмосферами экзопланет. Вот некоторые из вещей, которые мы хотим изучать в следующие годы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok